здравствуйте друзья сегодня у нас 13 ноября воскресенье и сегодняшний выпуск новостей я начну пожалуй соединенных штатов потому что там произошло событие которое несомненно повлияет дальнейшее развитие ситуации в соединенных штатах по всему миру и в частности в украине событие это следующего рода демократы сохранили контроль над верхней палатой конгресса сенатом у них сейчас 50 голосов или 50 мест у республиканцев 49 это может измениться 6 декабря в ту и в другую сторону 6 декабря будут перевыборы в штате джорджия если демократы выиграют они упрощат свое лидерство если выиграют республиканцы будет ничья 50 на 50 та же ситуация которая была до этих выборов но тогда вступает в действие вице-президент соединенных штатов который может голосовать естественно на стороне демократов то есть будет та же ситуация что и было до этих выборов ну и надо сказать что в целом аналитики американские подведя эти итоги состоявшийся пример промежуточных выборов говорят что для правящей партии это лучший результат за 20 лет байден чрезвычайно доволен это этим результатом и поехал в свое азиатское турне как почти как победитель но об этом немножко позже что касается палаты представителей то сейчас разрыв между демократами и республиканцами 8 голосов в пользу республиканцев но аналитики прогрозируют что когда будут окончательные результаты разрыв сократится до двух до трех вот где-то так голосов то есть это не катастрофа катастрофой было бы провал республиканцев на этих выборов но это 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 уже провал потому что помните я им говорил что будет что надо в республиканцам надо не меньше 20 голосов плюс получить если будет меньше десяти то как говорят американские аналитики спикер ожидаемый республиканцев палате представитель маккарти будет как человек на испытательном сроке то есть это не просто хромой будет хромое большинство это почти подстреленное большинство ситуация в целом такая почему мы говорим о палате представители напомню потому что это то место где формируется бюджет и где выделяется помощь если палата представителя не предлагает пакет помощи украине то все то есть президент вряд ли может это сделать вместо них и сенат не может это инициировать таким образом это очень важно но значит ситуация такая в целом республиканская фракция очень слаба палате представителей скорее всего маккарти будет спикером но для этого ему нужны голоса самой экстрим экстремальной что ли скажу так аккуратно самой экстремальной части республиканцев это вот это мага трамписты их меньшинство но они самое шумное от них будет много писку визгу их значение в связи с маленьким сма небольшой победой республиканцев их значение для фракции увеличится поэтому шуму будет больше но зато все в целом фракция будет ослаблена поэтому возможности этой партии этой фракции каким-то образом воспрепятствовать помощи украине должно быть значительно уменьшено это так думают американские аналитики и политики китайцы думают иначе вот что по этому поводу пишет рупор компартии китая global times но они ссылаются на маккарти это тот который будет спикером и пишет маккарти предупредил в октябре что республиканцы не поддерживает выписывание чистого чека это значит бесконечный человек на бесконечные суммы для украины если они получат большинство палаты представителей он имеет право контролировать бюджет поэтому независимости независимо от того кто станет ли маккарти новым спикером или нет если республиканцы будут в большинстве поставки сша в украину обязательно пострадают но я думаю что вот в этой цитате опрометчивая я бы сказал цитате как китайцы выдают себя я имею ввиду официозы официоз китай который говорит об имени компартии так вот они выдают себя с головой им хочется видимо чтобы эти поставки сша в украину пострадали потому что как я бы сказал американские аналитики которые несомненно лучше знают ситуацию чем китайцы они думают иначе но здесь есть еще одна причина почему китайцы вот так говорят что повестка или курс администрации байдена на помощи украине пострадает в результате этих выборов они хотят немножко приструнить байдена о чем я скажу немножко позже ну и трамп 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 конечно это провал то что произошло это провал трампа сейчас обтыкают друг друга пальцами кто виноват даже сторонники ярые сторонники трампа теперь поносит его последними словами обвиняет его в неудачных неудачном исходе выборов но самое главное самое главное что шансы трампа на период избрания в двадцать четвертом году они тают на глазах то есть рушится рушится путинский фронт один из его главных фронтов в его войне против сил добра против всего цивилизованного человечества это фронт в соединенных штатах америки республиканцы проиграли но и теперь главный ручной пудель путина трамп он все и вот как подтверждение что он все я вам сейчас предведу один пример он такой интересный немножко с юмором но сегодня воскресенье поэтому можно дабы дабы вечер для вас не был тонным так вот есть такой человек гора гордон сонтдейл это человек который ну во первых он девелопер как трамп в том же бизнесе строил гостиницы причем начинал с нуля буквально на занятой деньги купил одну и пошло поехало и они были знакомы с трампом поскольку работали в одной индустрии и он был сторонником республиканцев и трампа и на предвыборную кампанию трампа в 2016 году он пожертвовал 1 миллион долларов большое пожертвование и за это трамп назначил его послом в евросоюзе и он был не просто послом не просто большим донором он был доверенным лицом трампа потому что трамп доверил ему в начале своего президентства самую деликатную вещь договориться с руководством украины администрации зеленского о открытии заказного расследования уголовного против семейства трампа буризма вот эта история там хантер байден и так далее и он посол при евросоюзе вступал в контакт с украинскими представителями в киев приезжал он и вел переговоры и вот была встреча его в ресторанчике каком-то в киеве встреча была если они ошибаюсь с ермаком где обговаривались условия открытие этого уголовного дела против фактически против джо байдена там хотел бы уничтожить вообще даже на перспективу ну и после окончания этой беседы да и кстати и трамп ставил условия он же остановил в выделение тех раньше помощи украине которые за которые проголосовал конгресс трамп его не просил конгресс принял значит этот пакет и трамп приостановил его выделение поставив условия вот когда откройте уголовное дело на байдена тогда получите эти деньги ну вот значит с онлайн приехал поговорил там ресторане с ермаком и звонит по телефону прямо прямо президенту трампу об этом разговоре стало известно о его содержании буквально цитаты том кто кому что говорил в ходе импичмента который последовал против трампа за то что он провернул приостановил оказание помощи если не выполнится его хотелка в отношении уголовных дел и там была такая фраза значит с онлайн отчитывается просто после разговора с ермаком отчитывается после трампа вот буквально цитата он вот тут непонятно то ли ермак то ли зеленский ему да ему ему надо нравится извините тут надо надо цитата уже начал надо говорить до конца и то есть я его назову это то что я сейчас скажу особенного американской варианте это совершенно цензурное и часто употребляемое слово так вот что он говорит ему с кем он говорил нравится ваша задница поэтому он готов сделать это вот сделать это открыть уголовное дело и вот после этой фразы когда она стала достоянием общественности в ходе слушания в конгрессе эта фраза обыгрывалась потом неделями во всех юмористических передачах соединенных штатов америки лучшие стендап юмористы комедианты сша показывали вот эту задницу трампа во всех ракурсах и при этом говорили примерно одинаковый текст не ну вы посмотрите разве такая задница может кому-то не понравится да ну конечно она неотразима описайте господа . как решаются государственные вопросы многие люди думают вот сидят государственные мужи да посол личный посланник трампа ермак и о чем они говорят они говорят о заднице задницы трампа вот таким образом лишались государственные дела так чему это я вам все рассказал вот это доверенное лицо трампа написала сейчас книгу посланник и в связи с этим он дал интервью интервью он дал кого-то в британскому изданию которым он сказал что байден то есть это тот человек против которого он работал на своего дружбана трампа заводил уголовное дело в украине и вот он говорит теперь что трамп сделал невозможное он сплотил для оказания помощи украине нато и ес и это чертовски сложное дело особенно с ес потому что ес объединить для чего-то просто невозможно байден это сделал после того как трамп его почти разрушил ну и последние новости в отношении позиции соединенных штатов в отношении украины в последнее время вы слышали там масса разговоров очередные договорники которые никак не кончаются очередные слития украины которая идет нон-стоп сколько байден является президентом уже на 70 миллиардов насливали вот так вот значит сейчас вы знаете байден отправился в поездку в юго-восточную азию я еще расскажу вам об этом накануне он ответил на некоторые вопросы в связи с этим и был специальный брифинг в белом доме по этому поводу и там частности фигурировала украина так вот на пресс-конференции краткой байдена он сказал ему задали вопрос когда вы думаете закончится вот эта война в украине он сказал я думаю когда когда путин будет лишиться власти когда его не будет во власти то есть таким образом вы понимаете что позиция главы соединенных штатов она как никогда близка к позиции украины то есть чтобы закончить эту войну путин должен уйти сегодня должно не стать так или иначе не стать во власти а что касается закрытого времени был не закрытый брифинг но там те кто выступали они выступали под не под своими собственными фамилиями а под личиной высокопоставленный представитель администрации говорили о предстоящей поездке байдена на g20 а до этого вот сейчас он находится в пене там саммит саммит стран юго-восточной азии и в качестве главного первым местом первым пунктом повестки байдена на 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 вот эти на эти два саммита стояла украина речь шла о том чтобы использовать эти два форма для того чтобы призвать к ответственности путина и его режим в мировом масштабе за все что они сделали плохого для состояния мировой экономики она считается ну достаточно напряженным то есть по большому счету речь идет о сколачивание глобального альянса против путинской россии и в этом участвуют не только соединенные штаты но и ближайшие союзники это великобритания то есть давление идет по всем направлением частности очень очень радикально высказался по этому поводу представитель соединенных штатов в европейском союзе посол сша в организации по безопасности и сотрудничеству в европе который сказал что украина это уже после значит освобождение херсона он сказал что украина должна освободить всех своих граждан от российского варварства а дословно цитата звучит следующим образом по мере освобождения херсона украинскими войсками обнаруживается доказательства пыток и других отвратительных преступлений совершенных российскими оккупационными силами украина должна освободить всех своих граждан от этого варварства то есть речь идет о полном освобождении территории украины захваченной агрессором 2014 года эту же мысль высказал министр обороны великобритании в интервью sky news который подчеркнул который подчеркнул что вывод украинских войск простите войск россии из херсона не означает ослабление угрозы исходящие из россии от российской федерации нужно продолжать освобождение оккупированных украинских территорий грубо говоря нужно продолжать мочить по этому поводу очень хорошо высказался генерал-лейтенант двузвездный генерал бен ходжес который высказывание которого опубликовала телекомпания ABC по мнению генерала то что происходит сейчас и последнее большое крупное событие это освобождение херсона но указывает на приближающийся развал российской федерации генерал призывает администрацию сша и вообще пентагон и все остальные заинтересованные ведомства правительственной страны готовятся к этому событию речь идет о развале потенциальном россии генерал видит три признака три причины по которым это может произойти первое самое главное агрессия против украины показала всю слабость гниль коррупцию российских вооруженных сил а эти вооруженные силы в россии традиционно играли огромную роль потому что большая территория население мало и вооруженные силы это были те кто то та сила которая как бы вот держала вместе всю эту громадную территорию теперь они не только показали свою слабость и гниль но они себя еще опозорили и по мнению генерала это должно привести к центробежным тенденциям в различных районах российской федерации прежде всего он имел в виду национальные окраины и прежде всего кавказ за кавказе но и частности он сослался на чечню и позицию рамзана кадырова который делает много воинственных заявлений но на самом деле как отмечает генерал чеченцев в украине не так уж много и участвовала то есть больше было разговора чем реального участия и генерал делает из этого вывод что похоже на то что кадыров с одной стороны раскачивает ситуацию на другой стороны сохраняет свои силы для того чтобы когда начнется этот распад развал для того чтобы у него был мощный силовой кулак который можно будет использовать для захвата там каких-то для 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 осуществления своих политических и военных амбиций ну и следующая причина это экономический экономический провал россии который ожидает генерал но в частности он ссылается на неудачу путина в использовании своего газового оружия он слишком рано по мнению ходжица запустил вот эту карту с ограничением поставок газа в европу что позволило даже германии которая больше любой другой страны в европе зависит от поставок российского газа заранее подготовить себя к наступлению зимних холодов наступление зимних холодов то есть поступление от продажи газа значительно уменьшаются и дальше они будут уменьшаться еще больше ну и еще ожидаемая эмбарго 6 декабря на импорт российской нефти 5 февраля нефтепродуктов ну и плюс большая статья экспорта традиционная российская федерация экспорт оружия тут тоже провал как сказал генерал ходжис кто теперь будет покупать русское российское оружие и так оно и есть и в результате всего этого как считает ходжис россия превращается в слабую страну и под с южной границы которого находится такой мощный союзник или соперник непонятно или временный союзник как китай как сказал ходжис китай я думаю уже смотрит нас сибирь и говорит хорошо это действительно уже наше такая вот ситуация господа